Здравствуйте, время 15 часов в Москве, поставьте плютики, хорошо ли меня слышно? Замечательно, у кого-то уже вечер, у нас только обед. Ну, тогда начинаем. Переходим в аудиорежим, для того, чтобы всем было удобно, у всех скорость интернета. Сегодня у нас достаточно серьезная тема, возможно, надо будет провести несколько вебинаров. Это атеросклероз, его профилактика. Все знают, что это такое. Начнем с страшилок. В нашей стране процент летального исхода от атеросклероза очень большой. В год в среднем только от конкретных диагнозов инсульты, инфаркты, в мир иной уходит миллион, иногда больше человек. То есть это такой город, как Волгоград, Меньше Новосибирска. То есть это достаточно серьезное заболевание. Если по классификации инфекционистов, то можно назвать это пандемией. Потому что на самом деле в мире по летальности атеросклероз стоит на первом месте. Потом онкология, потом травмы, автомобильные катастрофы. Чем же он так страшен? Во-первых, потому что он поражает жизненно важные органы. И прежде всего атеросклероз сосудов происходит в сердце, в сердечной мышце и в центральной системе, в голове, то есть в мозге. Почему так происходит? Никто не слышал об атеросклерозе или инфаркте пальца, ушей. Хотя там тоже есть артерии. Хочу подчеркнуть, что атеросклероз поражает именно артерии. И в первую очередь в тех местах, где повышенное гидравлическое давление. Ну и соответственно, где оно повышенное? Где хорошо как раз набжается орган? Это у нас сердце и голова. То есть там всегда много очень кровеносных сосудов и всегда высокая вот эта гидроволна. В сердце понятно, что оно само по себе является насосом и оттуда эта кровь поступает под очень высоким давлением. И поражаются прежде всего сосуды именно там, где, ну это как можно сравнить с горной рекой, где-то она подмывает камешки. Вот этот шум в голове, который возникает у многих пожилых людей, старше 50, старше 60, это не что иное, как шум крови в артериях, которые расположены рядом со сосудовым аппаратом. Ну, в прямом смысле слова, как шум речки. И когда там возникают камешки, то есть атеросклероз у нас формируется из холестерина, потом он может пройти стадию кальцинации. Я это видел неоднократно, когда учился, работал в анатомке и видел при вскрытии вот эти бляшки, их можно так пинцетиком постучать, они звенят как камешки. И вот этот шум в голове, это не что иное, как движение артериальной крови в артериях рядом со слуховым аппаратом. Там в голове у нас очень все плотно, и артерии повторяют выемки, или череп повторяет выемки этих артерий, но это уже не важно. То есть атеросклероз в переводе на русский язык, атеро это хрящ, а склер это твердый, атеросклероз. То есть не путать, иногда неграмотно даже, к сожалению, медработники называют артериосклероз. То есть неграмотное выражение, то есть атеросклероз, то есть твердый, хрящ. Почему же поражаются именно артерии? Ну, во-первых, как я уже говорил, там более высокое давление, естественно, изнашивание эндотелия, артерии, гораздо быстрее происходит, чем у других местах. То есть артерии, еще раз подчеркиваю, поражаются в сердце и головы в первую очередь. Вен никогда, у вен никогда не бывает атеросклероза, потому что у них нет такого давления, и там совершенно другое строение стенок сосудов. Также не бывает атеросклероза у капилляров. Ну, о капиллярах мы будем говорить отдельно. Капилляры это такие маленькие трубочки, они, естественно, косвенно и прямо влияют на развитие атеросклероза. Но сами капилляры настолько тонкие, состоят из всего лишь одной клетки, и больше там нет никаких немощных оболочек, вообще ничего. Но это связано с их функцией передачи питательных веществ кислорода и сбора отработанных продуктов, жизнедеятельности, вывода из организма. Вот, поэтому капилляры очень тоненькие трубочки, очень маленькие, и погибают они, к сожалению, сразу от других факторов, от оксидантов, от неправильного питания, ну, и, к сожалению, просто от возраста. Вот, но они влияют, конечно, на атеросклероз. Сразу хочу сказать, что теория, которую я сейчас вам буду излагать, она официальной медициной не признана или умышленно замалчивается, хотя рассматривается как теория в любом медицинском возле любой страны. Все вы думаете, большинство из вас, кто не общался со мной, что атеросклероз развивается в связи с повышенным холестерином в крови. И делаются анализы, и есть определенные нормы холестерина, и когда он повышен, начинают суетиться в докторах, кардиологи, и сам пациент начинают снижать количество потребления животных жиров, там, яйца не ест, сливочное масло не ест. Если вы согласны с этим, то ставьте плюсики, если не согласны, ставьте минусы. Плюсики поставьте, то согласен, что атеросклероз, смертельно опасное заболевание, очень распространенное, полностью зависит от количества холестерина в крови. Алло, прием. Замечательно. Замечательно. Есть слушатели, которые поставили минусы. Я полностью вас поддерживаю, полностью на вашей стороне. Победа все-таки за плюсиками, победа за теми слушателями, которые поставили плюсики, которые считают, что атеросклероз, это главный, вернее, виновник атеросклероза, это холестерин. И что не нужно есть сало, сливочное масло, яйца, жирную пищу, животного происхождения. На самом деле это не так, я вас хочу обрадовать, если вам нравится сало, ешьте сало. Если нравятся яйца, яйца нужно есть каждый день, пожалуйста, кушайте. И масло сливочное, натуральное, гораздо полезнее, чем какой-то там маргарин. Вот. И те надписи, которые были еще года три назад на бутылках с растительным маслом без холестерина. Вот. Сейчас, с счастью, нету этого. Это полностью безграмотная надпись, потому что в растительных жирах действительно холестерина нет. Ну, допустим, тот же сахар, который есть в виде человеком, изготовленным сахаром в виде кондических изделий, там, в компотах, всяких напитках, в конфетах, просто его едят сахар с чаем, с кофе, кашу даже посыпают детям. Он гораздо опаснее, чем если бы вы ребенку дали кусочек сала или сливочного масла натурального. Сахар гораздо опаснее, потому что холестерин вырабатывается из чего угодно. Даже если вы будете питаться одной растительной пищей, холестерин в крови у вас все равно будет. Потому что это необходимый ингредиент, необходимый биохимический субстрат для строительства клеток, для строительства изолирующих элементов вокруг нервов. Клетка любая без холестерина не может выжить. Он же является ремонтным материалом, благодаря чему и развивается теросклероз. Он заклеивает дырочки в сосудах. То есть холестерин нам необходим. И как, помните, был лектор в карнавальной ночи, ее несколько раз показывали, в новогодние праздники. Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизнь на Марсе, какая разница. Так вот, то же самое можно сказать про холестерин. Есть ли холестерин у вас там завышенный или пониженный, какая разница. Он не виноват в атеросклерозе. И есть племена, которые питаются сплошными животными, жирами и белками. И пища у них насыщена холестерином. Холестерин зашкаливает у них, там можно сказать, смертельная доза. Живут они в Африке и умирают совершенно от другого. То есть не от атеросклероза, а просто от нарушения санитаро-гигиенических норм. То есть это действительно скрывается, потому что холестерин нам необходим. Что делает официальная медицина? Выписывает, так как увидят, допустим, в анализ высокий холестерин, выписывает статины. Я не буду перечислять их всех, их очень много. Вещества, которые снижают выработку холестерина в печени. Еще раз подчеркиваю, холестерин будет вырабатываться при любой диете. Это необходимое вещество. Но с углеводов его вырабатывается больше. То есть если вы хотите низкохолестериновую диету, то надо исключить в том числе и углеводы. Не стоит этого делать. Я скоро уже объявлю все-таки одну из основных причин атеросклероза. Атеросклероза. Статины снижают уровень холестерина. Как часто бывает, поражение атеросклерозом. Чаще всего поражаются атеросклерозом люди полные. Но это совершенно не обязательно, что худые защищены от этого. Все поражаются. И им еще выписывают вещества, химические вещества, снижающие усвоение жира. То есть сасывание жира. Первое время человек действительно чувствует себя очень хорошо, облегченно. Он теряет и в весе. Вроде бы как и реология крови увеличивается. Но что будет происходить, когда организму будет хронически не хватать строительных материалов и ремонтных материалов? Разрушение стенок сосудов будет удваиваться, утраиваться в 20-кратном размере. Быстрее будет происходить. Но не буду вас долго томить. Скажу, что одна из основных причин атеросклероза это повреждение стенок сосудов. Вот это основная причина. То есть стенки сосудов повреждаются, как мы с вами уже упоминали, в основном в органах, где высокая гидроволна, давление, это сердце и сосуды головного мозга. Но атеросклероз настигает все сосуды. Да, и вы слышали о таком страшном диагнозе, как эндоктерит. Это вроде бы как не относится к атеросклерозу. Но это действительно атеросклероз, только чаще всего поражается нижней конечности, артерии нижней конечности. Заканчивается тоже печально, если не лечить и не заниматься профилактикой. Обычно заканчивается ампутацией. Делают операции, делают протезы артерии, но мало чем помогают. И везде причина атеросклероза это повреждение эндотелия. Очень хорошее сравнение, мне одна пациентка подсказала. Когда покупаешь новую цифлоновую сковородку, очень интересно в ней готовить. Можно готовить без жира, и там все от нее хорошо отходит. Но пройдя некоторое время, может быть через год, может быть раньше, в зависимости от степени эксплуатации, это покрытие становится уже не таким гладким, и все начинает прилипать. Ну вот примерно новый красивый сосуд у человека молодого, и если он пожилой и правильно питается, он похож на новую цифлоновую сковородку. Там все скользко, все пролетает, и гетроциты, и лейкоциты, и другие форменные элементы питательного вещества нигде не задерживаются. Но как только происходит повреждение, или маленькая дырочка, или просто завосенница, туда быстренько приплывает холестерин. И за счет химических связей, понятно, что то, о чем я сейчас с вами разговариваю, холестерин, другие химические составляющие нашей крови, это не что иное, как вот такие формулы химические, и работают они за счет связи. И холестерин тут же перелепляется к этому дефекту, человек дальше продолжает неправильно жить и питаться, возникает рядышком дефект, вот, чаще еще раз подчеркиваю, органы, которые больше подвержены этому, и возникает закупорка сосудов, и ишемический инфаркт, или инсульт. А если вовремя не прилетит, не приклывет холестерин, то возникает разрыв сосуда, и возникает геморрагический инфаркт, или кровоизлияние в тот или иной орган. Еще раз хочу подчеркнуть, что поражаются атеросклерозом сосуды все, только в первую очередь, вот, головы и сердца. А когда поражается атеросклерозом поджелудочная железа, что происходит? Редко бывает инфаркт поджелудочной железы, но это когда уже совсем там человек за собой не следит, но чаще всего происходят хронические негативные процессы, которые выражаются в нарушении функций поджелудочной железы, как экскреторного органа, то есть становится меньше пищеварительных ферментов, они становятся низкого качества, возникает так называемая энзимопатия, и человек плохо переваривает пищу, ну, то есть формируется порочный круг. Мало есть полезного, плохо переваривает, и запускается процесс под кодовым названием камиказа, то есть самоуничтожение. Также страдает и эндокринная функция поджелудочной железы, и вместе с метаболическим синдромом, мы отдельно обсудим эту тему, возникает сахарный диабет, называемый вторым типом. Он опять же запускает систему разрушения сосудов, потому что сахар вовремя не усваивается, очень легко соединяется с белком, из которого состоят стенки сосудов, и сосуд становится таким похожим на старый-старый шланг, который два года пролежал на солнце в огороде. Такой хрупкий сосуд становится, и опять же прилетает холестерин, заклеивает еще быстрее. То есть вот этот порочный круг, вот кодовым названием камиказа, запускается, к сожалению, с 14 лет. Вот то, что я вам рассказываю, этот процесс начинается в 14 лет, в период полового созревания. начинается все с поражения уже и крупных сосудов, и с поражения капилляров. И одна из основных причин, это отсутствие достаточного количества витамина С. Ну, я неоднократно это говорил, после окончания института, вот уже более 20 лет я занимаюсь просветительской деятельностью, веду школу здоровья, я всем об этом рассказываю. И не только я один такой говорю, говорю об этом, говорят и другие доктора, и профессора, голос которых не слышно, официальная медицина это отрицает, что да, надо есть витамин С, но с атеросклерозом это никак не связано, это повышение иммунитета, эластичности соединительной ткани, тургера кожи, цвета лица и всего остального, защитой капилляров, да, это правильно. Витамин С является мощнейшим антиоксидантом. Он водорастворимый витамин. То есть, если вы съели избыточное количество этого витамина, ну, грубо говоря, там, литр смородины, да, облепихи, или всю банку черники, которую выпускает компания САТФО, да, там очень много витамина С, вот, в виде и самой черники, и воды шиповника есть, вот, да, вы получили избыточную дозу витамина С, но через 6-10 часов эта избыточная доза у вас выйдет с мочой, с потом и с другими жидкостями. То есть, лишнее выйдет, натуральный витамин С усвоится, вот, но, в общем-то, опять надо будет потреблять, то есть, это водорастворимый витамин. И, к сожалению, из взятия всех кунькопитающих, это мы, почему-то морская свинка, и человекообразная обезьяна, не можем его вырабатывать, синтезировать. То есть, мы можем многие витамины синтезировать, то есть, самый такой известный синтез витамина, это витамин Д, который происходит на солнце, да, то есть, достаточно съесть хорошую пищу, где содержится провитамин, и просто выйти на 5 минут на солнце, и у нас уже начнет он синтезироваться. Многие витамины синтезируются нашей микрофлорой. Но вот витамин С почему-то не синтезируется. И мы живем в такой хронической цинге. Если говорить разумным языком, то атеросклероз не что иное, как последствия хронической цинги. То есть, явной цинги у нас, естественно, не наступает, потому что, все-таки, мы как-то получаем, даже те, которые не задумываются о питании витамин С, но хроническая цинга, она присутствует. Еще раз подчеркиваю, витамина С нужно достаточное количество. Для этого существуют всевозможные сублимированные продукты, в которых концентрированно поступает витамин С. То есть, если говорить о компании Ферма Сатва, то продукты, которые содержат это витамин С, это и в мужской формуле, и в детской формуле, и в чернике форта, да и в самих коктейлях, которые изготовлены из сосны и сербисской, из ядер, там везде содержится витамин С. Но это надо есть все и хотя бы 2-3 раза в сутки. Резюмируем. Одной из основной причин развития атеросклероза является хроническая цинга. Что нужно делать нам, просветителям народным, да? Мы должны об этом говорить. Вот закончится сегодняшняя беседа. Можете пойти домой, на улицу и всем говорить. Кушайте витамин, натуральный витамин С. Кушайте функциональное питание. Потому что многие забывают. Это эквивалентно 1-2 лимонам в день. То есть, ну лучше, лишнего его не бывает. И вы уже один из основных факторов, патологических, да? Одну из основных причин удалите. То есть, уже не будет дальнейшего развития атеросклероза. Что он делает? Он, витамин С, участвует в синтезе коллагена и соединительной ткани в целом, из которой состоит сосуд. То есть, дыра будет меньше. Что такое цинга? Ну, если говорить о болезни, то это кровоточивость капилляров. Потом, если ее не лечить, ЦНГ, то чаще всего заканчивается летальным исходом от внутреннего кровотечения. То есть, дырки становятся везде, не только в маленьких капиллярчиках и мелких сосудах, но и в более крупных. Они становятся как решетой, и человек умирает от внутреннего кровотечения. Хроническая цинга это то, что подвержено большинство населения. К сожалению, то есть, они не знают о том, что мы сейчас с вами выяснили. Она проявляется тем, что появляются маленькие дырочки, дефекты в синтезе ткани артерии, и заклеивается это все холестерином. Выяснили, да? То есть, холестерин является всего лишь навсего в данном ситуации в развитии атеросклероза только как ремонтный материал. Без холестерина нам не прожить. То есть, ну мы так устроены. То есть, он является продуктом биохимического обмена. Все. То есть, без него мы никак хотим мы этого, не хотим, но мы так устроены, мы вот такой вид животных, приматов, что без холестерина мы не обойдемся. И он будет вырабатываться всегда, чтобы вы не кушали. А количество холестерина в крови, ну вы наверняка видели таких людей, которые там без сала, без жира прожить не могут. И если они все-таки восполняют недостаток витамина, и каждый день, то живут они долго счастливы, еще и издеваются организм какими-то токсинами, типа алкоголя, или курем. с одной из основной причин мы выяснили. Резюмирую. Поражаются жизненно важные органы, где повышенное давление, гидроволна, это сердце, голова, в первую очередь. Ну, и они называются жизненно важными, без сердца человек не живет, без головы тоже, недолго. Но поражаются атеросклерозом все сосуды, всех органов. Мы с вами разобрали поражение атеросклерозом поджелудочной железы, к чему это приводит. Тоже не важно, себя чувствуют также и легкие, не важно, себя чувствуют, если поражаются атеросклерозом сосуды, которые в железе внутренней, секреции, да, железе, которая вырабатывает половые гормоны, это яичники, яички у мужчин, та же щитовидная железа, там очень много сосудов, то есть, вот во всех железах эндокрины, которые руководят через жидкость нашим телом, нашим настроением, вот, везде очень много сосудов, поэтому профилактика, я об этом скажу чуть позже, да, она начинается с профилактики тотальной, да, то есть, надо смотреть, в том числе и за капиллярами, ну, при чем тут капилляр, многие из вас используют тщательный аппарат капилляроскоп, где вживую, в реальном времени видно состояние капилляров и движение по ним форменных элементов, капилляры у нас везде, и как вы уже слышали, так скажем, мы начинаем стареть, как-то не печально, начиная с 14 лет, начинается все с капилляров, капилляров у нас вот в период максимального полового развития, 14-15 лет, очень много, не менее 100 тысяч километров, можете себе представить, да, то есть капилляры это огромная такая сеть, и можно в интернете сейчас увидеть препараты, когда пластификатор какой-то вводит в орган, и в каждом органе особенно хорошо кровоснабжаем, как мочалка получает, то есть вытравливает ткань органа, а вот это все сосуды и капилляры, зачем их так много, ну, во-первых, мы так устроим, через капилляры мы получаем питательные вещества, вводим токсины, они нас обогревают, они помогают гуморальной регуляции, то есть без капилляров мы никуда, и что немаловажно, мало кто об этом знает, я всем об этом говорю, капилляры помогают нашему сердцу, ну, вот скажите, как помогают, они наоборот, как скажем, ну, протолкнуть через маленькую дырочку гораздо сложнее, через крупную аорту, допустим, которая, брюшная аорта, там, или аорта легочная, огромные сосуды, там, похожие на шланг, да, там, бедренная артерия, на самом деле, действительно, капилляры помогают сердцу, все сердечные препараты экстренной помощи рассчитаны на расширение капилляров, то есть непосредственно воздействие на сердце, ну, возможно, препараты, которые от ритмии, все остальные препараты воздействуют, ну, самые известные, так, вы у нас не спите, поставьте плюсики, кто слышит и понимает, вопросы потихонечку можно уже писать, замечательно, замечательно, все, все, замечательно, значит, капилляры, это такие маленькие трубочки и не буду говорить загадками своих клиентов, пациентов я обычно мучаю загадками, они, чтобы начинали думать, это самый мощный насос нашего тела, если говорить о мощности насоса, там, в килоджоллях или в лошадиных силах, не важно, то есть капилляры мощнейший насос нашего тела, во много раз превышающий по мощности сердца диафрагму, сердце у нас на третьем месте по мощности, на втором месте диафрагма, почему так, просто надо знать законы физики, это поверхностное натяжение, да, такой есть физический закон, в котором, собственно говоря, и работают капилляры, и благодаря этому там движется кровь и лимфа, и обычная капилляра заканчивается петлей, да, от сердца идет артериальная, кровь в капиллярчике, да, а уже после обмена с клетками идет венозная кровь другого цвета, в лимфе цвет мало меняется, но тоже есть капилляры именно и лимфатические в том числе, ну, давайте приведем пример с деревьями, или самый такой из жизни, бывает, например, там, домохозяек, когда они уезжают далеко на дачу, там, или в отпуск, то цветы поливать некому и обычно ставится большая емкость водой и маленькая тряпочка с гикроскопической какой-нибудь тканью, чаще с льняной, да, и происходит движение воды в горшок с землей из банки и, в общем-то, может таким образом поливать достаточно долго растение, там, месяц и два, там, в зависимости от объема жидкости. Капилляры действуют по принципу поверхностного натяжения. Капилляры поднимают тонны воды из-за дерева огромная, там, какой-нибудь дуб или огромная там, столетняя груша, а вот они соки поднимают туда-то вверх, там, и на 5, и на 10, и на 100 метров, то есть это достаточно мощная сила. И она работает. Мы без капилляров жить не можем. И чем их больше сохраняется, тем лучше. Ну, о капиллярах мы поговорим в следующий раз. Как же они помогают сердцу? Они просто помогают доставить то, что сердце качнуло один раз, вот эта пульсовая волна, они помогают доставить. Дальше. Когда приступ, когда сердце сжало, грудная жаба, то есть уже ишемическое состояние, человек выпивает этот нитроглицерин и расширяется периферин. Снимается преднагрузка на сердце, сердце становится легче и как бы отпускает. Понятно, да? Капилляры участвуют в питании, мы уже с вами решили, это очевидно, что они проникают везде, то есть они даже в костях. Соответственно, они есть и в крупных сосудах, вот где формируется атеросклероз, у нас тема сегодняшнего атеросклероза, так называемые сосуды сосудов, то есть вазам-азорам. И, соответственно, если происходит сокращение количества капилляров, они сокращаются везде, да? Не только в голове, в голове это просто заметно. Ну, человек становится как бы немножко туго думом, плохо соображает, да? и забывает такие вещи, которые он должен помнить, это вот в первую очередь страдают капилляры головного мозга. Вот, поэтому за ними нужно следить, потому что они в том числе питают атерии, в которых формируется атеросклероз, да? То есть мало съесть витамин С и другие полезные ингредиенты, да? Необходимо еще доставить это в стенку сосуда. Это понятно. Давайте теперь классически как определяется атеросклероз, потому что говорим-говорим и выяснить только что повышенный холестерин это уже опасность атеросклероза. Одним из факторов развития атеросклероза является, конечно, гипертония. Гипертония бывает разная, тоже тема антеновозговора бывает точная, бывает истинная. При атеросклерозе отмечается нарушение баланса липидов в крови, что проявляется повышение урода липопротеидов в низкой плотности. Это официальная медицина. Мы с вами уже знаем, мы грамотны, что не важно какой плотности, важно, чтобы не было дырок в сосудах. Это понятно, да? Это, в свою очередь, ведет к сужению просвета сосудов, наиболее серьезно это относится к сосудам в сердце, тоже решение. В чем проявляется атеросклероз? Ну, это такая очень коварная болезнь. И он развивается, к сожалению, у всех, которые меня сейчас слышат, и у меня в том числе. Но, если нет критического сужения сосуда, то осон никак не проявляется. То есть, если нет нарушения кровоснабжения органов ткани, то, ну, вообще никакого проявления нет. Но, его можно уже обнаружить, если дать нагрузку, да? То есть, если у человека, допустим, снять ЭКГ в покое, у него все хорошо, все зубцы на месте, но, если дать ему нагрузку на вилогометре, обычно это делается и снимать, то там уже могут появиться зубцы, которые нежелательны, да? То есть, инфаркта, конечно, не будет, но уже будет видно, что есть атеросклероз, но это все косвенные признаки сосудов миокарда. Более конкретное, более четкое, то есть, уже вот 100% что он присутствует, да? Это, конечно, прямое, это коронарография. Что такое коронарография? Ну, такое умудреное слово, графика рисую, да, коронар, это сердце, да? Коронарография, это фотография сосудов сердца, в которые ввели контрастное вещество, которое контрастно просматривается на рентгене, да? То есть, оно вводится, через некоторое время делается фотография, вот, и четко видно сужение, в каком сосуде, сколько там миллиметров, то есть, это уже абсолютная диагностика, то есть, уже, как говорится, ни на что не спишь, да? Эхо-кардиография, ну, это тоже всем понятно, это УЗИ сердца, такой неинвазивный метод, должен быть хороший аппарат, и хороший, естественно, специалист, который это делает, да? УЗИ сердца, достаточно распространенная процедура, которая тоже может указать прямо компьютерная томография, здесь тоже понятно, да? Нарезается, шинкуется путем воздействия электромагнитного поля, то есть, человек лежит, а поле, так сказать, шинкует, как ножка в басу, да? И магнитная резонансия, вот, есть КТ, есть МРТ, ну, это немножко разно, то есть, КТ, это больше рентген. Как лечит официальная медицина, я уже начал говорить, но мы с вами сегодня больше времени уделим, конечно, профилактике. Профилактике, ну, оно же тире и лечение. Хочу вас предостеречь. Атеросклероз, жизненно важных органов, достаточно серьезное и смертельно опасное заболевание. Шутить с этим не стоит. То есть, если уже развилась шимическая болезнь сердца, если уже начались изменения в поведении, в характере человека, это связано с атеросклерозом сосудов головного мозга, то, в общем-то, брать на себя ответственность дистрибьютора, говорить, вот вы вот ешьте и все пройдет, не нужно. То есть, еще раз подчеркну, не нужно никого лечить. Но профилактика это основа и создание базового состояния хорошего в организме, это тоже основа в том числе и лечения. И вот здесь функциональное питание фирмы САТВА, конечно, приходит на помощь. Прежде всего, в профилактике. то есть, в питании, в продуктах фирмы САТВА содержатся вещества, витамины, минералы, белки, легкоусвояемые, в том числе препарат инулин, который снижает уровень сахара, да, то есть, он как-то снижает последствия вот этого метаболического синдрома, да, который приводит, в конце концов, к атеросклерозу, да, также и дает вещества, которые идут на строительство, грамотно строительство замены, так скажем, уже клеток изношенных в тех же артериях, да, и сосуды становятся более эластичными, ну, там же содержится витамин С, о котором мы уже говорили, вот. Поэтому профилактика атеросклероза это комплексная мера, это защита капилляров, о важности которых мы упомянули, это все антиоксиданты, да, это продукты, которые снижают уровень сахара, улучшают его усвоение, а вы уже поняли, чем страшен сахар, ну, так скажем, не только там жесткая диета и потребление каких-то уже препаратов, когда он ничем не снижается, он страшен поражением сосудов, да, сначала начинается капилляропатия, то есть капилляры разрушаются, потом уже более крупные сосуды, вот, кратко, что я сегодня хотел сказать об атеросклерозе, заболевание действительно очень серьезное, очень много спекуляций на этой тему, тему, то есть если, вот, давайте так вот представим, идеальное состояние общества, когда дистрибьюторов компании Сатва стало несколько миллионов и до всех донесли полезную информацию и большинство населения нашей страны начало потреблять функциональное питание, заниматься, я здесь не упомяну о физических нагрузках, но физические нагрузки, естественно, всем они нужны, да, то есть, как бы, только в меру, да, то есть, согласно возрасту и подготовке, а физические нагрузки в данной ситуации, если говорить о профилактике тросклероза, они сохраняют капилляры, как бы, продувают их, да, потому что человек нагружает капилляры и, естественно, они сжигают холестерин, то есть, его, как бы, меньше, да, ну, и риск все-таки снижается, да, и в том числе усиливаются обменные процессы, в том числе обменные процессы в артериях, ясненько, да, когда вот будет несколько миллионов и хотя бы часть населения там несколько миллионов будут потреблять продукцию, быть грамотным по отношению к своему здоровью, что будет происходить? Вот, как сказать, всегда надо искать, кому это выгодно, да, такое количество аптек и такое количество две трети продаж аптек приходит на сердечно-сосудистые препараты. Естественно, это будет невыгодно фармпроизводителем, фармпроизводители, к сожалению, явились одной из основных причин первой и второй мировой войны, да, химические концерны, они же тиры фармпроизводители. То есть, если просто люди начнут грамотно питаться, питать свой организм, сосуды у них будут крепче, я больше, чем уверен, ну, во-первых, большинство аптек, буквально половина точно закроется за ненадобностью. Многие специальности уйдут, так скажем, ну, их станет меньше гораздо, да. Кардиологи будут заниматься в основном профилактикой. Я всем привожу пример одного пациента, сокращу рассказ, потому что время уже ближе к концу нашей беседы. Вот, этот пациент провел полное обследование в кардиологическом центре в Краснодаре, потом пришел ко мне на консультацию, я ему рассказал все то же самое, то, что вам рассказал, да, он не поверил, сказал, что я не прав, вот там говорят одно, вы говорите другое, и он не смог уйти, потому что у него уже там серьезная была сердечная недостаточность, он с ордышкой вернулся ко мне, говорит, все, пишите, я буду все делать, все будет, как вы рассказали. И потом на полгода исчез, а ему планировали раурт-коронарно шунтирован, и, в общем-то, операция уже вынужденная, да, и через полгода, когда он ко мне пришел, совершенно розовый, до этого он был синий, в прямом смысле слова, то есть носогубный треугольник, синий уши, синий нос, вот, но пришел он такой розовый, весь цветущий, вот, я его не сразу узнал, спросил, что случилось, операцию сделали, нет, 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 я все вот сделал, как вы говорили, там даже больше, вот, и принес мне, я хочу, извиниться перед докторами, которых я тут поносил, оказывается, ему в кардиоцентре выдали полный набор, что он должен, как должен питаться, и сколько он там должен есть, функционального питания, какие-то коктейли пить, ну, там все было сделано, это формулами, конкретно фирма не представлена, вот, и когда он там начал разбираться с кардиохирургом, почему же ты мне это не сказал, ну, хотя он дал ему, честно, то есть аппарат там компьютер напечатал, да, он говорит, но все равно вы, никто не будете ничего делать, да, поэтому я всем сразу предлагаю операцию. Спасибо за внимание, тема в основном раскрыта, можно ее продолжать бесконечно долго, потому что с атеросклерозом связано очень много болезней, гипертония, еще раз подчеркиваю, функциональное нарушение печени, желчного пузыря, всех эндокринных желез, то есть вся эндокринология начинается, если она там не приобретенная в виде там какого-то облучения на ядерном объекте, то это все атеросклероз, то есть если расширить летальные исходы атеросклероза и все-таки глубоко копнуть, то в общем-то там не один миллион, а несколько, ну практически все хронические заболевания через атеросклероз развивается. Так, и теперь я слушаю, у нас еще 17 минут, пишите вопросы по теме, ну и можно там другие темы, связанные, естественно, со здоровьем. Я сегодня подробно не останавливаюсь на препаратах, вернее, на продукции фирмы Сатва, но вы знаете, здесь все, вот любой берите, весь прайс берите и пейте, кушайте, потому что атеросклероз это причин очень много, не только, конечно, витамин С, вопросы задавали в чате и мне ватсап, был вопрос по как можно самым питанием вот помочь человеку, у которых удален удален желчный пузырь, то есть без пузыря. Интересный такой вопрос? А, какой продукт компании необходим прежде всего? Вы знаете, вот смотрите, начинать надо по классике, то есть продукт питания необходим прежде всего это антипаразитарный продукт, да, это наша любимая артемина. Почему? Вроде бы при чем тут атеросклероз? Потому что в любом случае токсины, которые вырабатываются паразитами разных мастей, там, полувозрелыми, там, одноклеточными, просветные, которые в кишечнике находятся. Эти токсины, они и являются токсинами, потому что проникают в клетку. То есть любой токсин, он не будет являться токсином, если он не проникает, да? Ну вот если вы проглотили золотое кольцо, это инертный металл, и единственное, что ситечка надо поставить в определенный период, и он выйдет без всяких изменений, потому что это инертный металл, из него там и зубы делает, и все остальное, он не принесет вреда, потому что не является токсичным, да? Ну если вы прогласили токсичный металл, который является активным, да, то он принесет вред. Также любой токсин, в том числе и токсины, выделяемые паразитами. Нужно пить артамину? Конечно нужно, ну потому что эти токсины разрушают сосуды, разрушенный сосуд, и тут же вам наклеивается атеросклероз. Ну, я уже не говорю о белковом питании, которое легко усваиваем белок и наши сосуды, они, скажем, 50% сегодня больше состоят из белка, и постоянно нужно его обменять. Обмен нужен клеток, рост клеток. Так, ну, прежде всего, понятно, да, то есть, какие продукты? Да, все продукты. Начинать нужно с классики, вот, нужно облегчить, чувствовать, облегчить, учесть иммунитету, потому что, который следит за качеством клеток в любом органе, в том числе сосуды. Значит, интересно, поставьте плюсики под несколько было вопросов по желчному пузырю. У нас еще есть с вами время. Замечательно. Да, при удаленном желчном пузыре грамотный хирург, который делал операцию, сейчас это делают достаточно ссядящим способом, антископическим, делает 3-4 дырки и, в общем-то, лампочками светит и фриворами, манипуляторами отрезают. Это, естественно, вынужденная мера, да, если бы он ходил на наши вебинары и ел продукты с фирмы Сатва, пациент, такой пострадавший, то наверняка бы у него не развился фецистит и, как следствие, его желчекаменная болезнь. Ну, коль такое случилось, здесь, конечно, нужно соблюдать чистоту приема пищи, то есть, чем чаще, чем лучше, но плод через, скажем, там, 3 часа. Почему? Потому что нет емкости, куда будет вырабатываться желчь. Желчь у нас производится круглые сутки и пожизненно, да, то есть, это переработанные остатки формных элементов крови. Ничего у нас не пропадает, все идет на пользу. Следуйте, она истекает постоянно вот такого пациента, у которых отрезали вот эту емкость и соединили напрямую. И она выделяется постоянно. Более того, ее нужно постоянно выделять, да, то есть, там, сфинктер может зажать, но тут же она пойдет, если там, если там механическая желтуха, ничего хорошего не будет, то человек будет болеть, или просто будет желтый, там, склеры, да и сам будет серо-буро-малиновое. Вот, поэтому нужно кушать каждые 3-4 часа. Соответственно, если брать из продуктов, то это живо-прекрасный продукт, это можно есть его даже почаще, но там по одной капсулке. Это прекрасный продукт, коктейль, бодрость, можно им заменять в данной ситуации, там, не только один прием пищи, но и там, и два, и три приема пищи, потому что человек может быть работать физически, он там офисный, служащий, но в любом случае не набегаешься в кафе и в столовую, поэтому брать с собой коктейль, звонок прозвенел, будильник поставил, ну вот я своим пациентам говорю, чтобы они своих смартфонов ставили там через каждые три часа будильник, напоминание, вот, еда это все, что не вода, то есть это может быть вот, если из продукции фирмса это коктейль, его можно есть два-три раза в день, по столовой ложке, развел, выпил, хорошо, ответил на ваш вопрос, еще вопросы у нас осталось 10 минут, и мы можем еще, так, кто-то пишет, замечательно, вам спасибо, следующий вебинар у нас четверг, и можно, чтобы у вас было немножко так все по ступенечкам по крупицам здания поговорить об гипертонии. Гипертония тоже одна из основных причин атеросклероза, больше сказать, следствия, да, это такой порочный круг, да, а гипертония способствует атеросклерозу, а атеросклероз способствует гипертонии, да, и мы коснемся с вами гипертонии истинной, да, это возрастные изменения в сосудах, и гипертонии почечной. Часто бывает все вместе, вот, и разберем как профилактику, так и, в общем-то, помощь в лечении гипертонии, потому что гипертония, она способствует, к сожалению, вот таким опасным диагнозам, как инсульт, инфаркт, потому что, когда давление повышено везде, нагрузка на сердце и голову возрастает при повышенном давлении. Значит, что лучше при диабете, да, набор, если говорить о продукции фирмы, то при диабете вся продукция. Вы не подумайте, что я мотивирую на покупку и поедание всей продукции, но диабет это не что иное, как, не важно, какой диабет, но чаще всего это второго типа, вот, в основных продуктах содержится инулин, замечательный, очищенный, да, вот, он способствует усвоению сахара, то есть, естественным путем, и, неважно, какой диабет, да, но при наличии инулина в продуктах, питания, или функциональном питании, улучшается, ну, где инулин, давайте немножко, просыпайтесь, 8 минут осталось, напишите продукты, давайте, у нас уже активный, был такой вебинар, напишите продукты, где содержится инулин, где он содержится, замечательно, ну, еще он кое-где содержится, вот, опять же, с антипаразитарки, коктейль, замечательно, замечательно, он, ну, еще он содержится в других продуктах, посмотрите, посмотрите, каталоги замечательные появились, вот, замечательно, в мозге он тоже, вот, бодрость, мозг тоже содержится, инулин, зачем его туда производители, которые имеют образование, биологическое, медицинское, высшее, есть научные руководители нашего производства. Зачем бодрость в мозг был заложен ингредиенту инулим? Для того, чтобы те углеводы, которые поступают у нас с пищей, они способствуют усвоению глюкозы углеводов мозга. Поэтому для чего пить антипаразитарную продукцию? Для того, чтобы снизить нагрузку паразитов на поджелудочную железу. Ну то есть здесь продукция достаточно грамотно построена, то есть она для жизни. Вот Фанис говорил на семинаре о производстве скорого времени пробиотиков. Тоже нужно. Всем спасибо. Слушаем замечательную веселую песню и до четверга говорим о гипертонии.